А ты слышал, тротил нашего района устроился на работу? Этот, знаешь, ради денег сделает всё что угодно Ты здесь что делаешь? Что-что, жену привёл, аппендицит вырезают Что-то серьёзное? Да нет, здесь другое, всё по страховке Каждую неделю ей здесь делают операцию А эти лохи каждый раз нам за это платят Ну, мы с хирургами делимся Короче, красиво их кидаем Значит, женился и мне об этом ни слова А что, я сказал, что она моя жена? Да, братан Да нет, какая она мне жена? Ну, я с ней, у неё богатый отец, короче, красиво дуем отца Смотри, братан, там кого-то привезли Что произошло? Автокатастрофа Иностранец? Да У него внутреннее кровотечение, надо срочно сделать переливание крови Вы уточнили, какая у него группа? Нет, не успели У этих иностранцев обычно где-то написано Надо поискать Если найдём, то надежда на спасение есть О, нашёл четвёртая отрицательная У нас есть? Нет, нету Даже одной бутылки? Нет Мы потеряли больного Братан, разве у тебя не четвёртая группа с отрицательным? Да, так и есть Доктор У моего друга четвёртая с отрицательным резусом Я вас прошу Прямо сейчас Идите с медсестрой в соседнюю комнату Нам необходима ваша кровь Да я не согласен Смилуйтесь Очевидно, он богат Я просто уверен, потом он вас отблагодарит Даже я буду содействовать Я сказал, что я не согласен Поймите, здесь вопрос жизни и смерти Если выкарабкается Он даст вам и три тысячи Три, пять тысяч Нет, не согласен Да поймите же, он богат Ради спасения своей жизни он И десять тысяч Двадцать тысяч даст Да нет, не согласен я Я понял Вы хотите получить больше Поверьте, с этим проблем не будет Он и тридцать тысяч отдаст Ради спасения своей жизни Тридцать тысяч не жалко Отдаст каждый Тем более он Послушайте, я вам говорю окончательно Нет А почему нет, братан? Да потому что Если капля моей крови Войдет в его организм Он точно Меня красиво кинет Понятно Жалко парня Этот бокал я хочу поднять за наших детей Ради них мы оставили все и пошли в слесари Чтобы их будущее было светло Только мы работаем А там наверху принимают дурные законы Вместо десяти лет дети будут учиться одиннадцать Им придется отсидеть один лишний год Где, в малолетке? Да нет, в какой малолетке? В школе Десятилетнюю программу растянули до одиннадцати Мой сын сейчас учится в четвертом классе Вчера взял его учебник по математике Открыло там загадки К примеру Что это такое? Не в жизни догадаешься Живет на дереве И колет орехи Прикинь, какая тупая загадка Их прям тупая загадка А ты знаешь, кто это? Орехи колет Да, орехи Это молоток Какой еще молоток? Вдумайся, живет на дереве и колет орехи Это белка Слушай еще одну Что такое? Живет на дереве Стучит по дереву И делает дырки в дереве Отгадай Бьет по дереву? Ну так это точно молоток? Ха, Самвел, дорогой Мне кажется, ты не доучился и до четвертого класса Стучит по дереву и делает дырки Это же дятел Это разве учебник четвероклассника? А ну-ка загадай еще одну загадку А, Самвел Мне кажется, тебе понравилось Ага Хорошо Вот еще одна Ест бананы и прыгает с дерева на дерево Отгадай Не знаю, дорогой Что там думать? Я же говорю Ест бананы и прыгает с дерева на дерево Это же обезьяна, дорогой Самвел Ааа Вот я думаю Как это молоток может прыгать с дерева на дерево? Субтитры сделал DimaTorzok Да чего докатились? Через день ты приходишь под выпившим Не обращаешь на меня внимания Наши соседи вот уже семь лет женаты Но муж до сих пор ей подарки дарит Говорит приятные слова Мог бы и ты так поступать Я же ее толком не знаю Как я могу так поступать? Циник ты Уверен, если я умру, ты даже не заплачешь Заплачу? Почему не заплачу? Ты же знаешь, я плачу даже по пустякам Да, я устал от всего этого Лучше выслушай Говори, чего тебе? Когда придет время выпить, разбуди меня Откуда мне знать, когда это время? Ты меня слышишь? Когда это время? Когда тебя будить? Разбуди, когда хочешь выпить всегда время Слушайте, вы еще в сентябре должны были отправить этот груз А сейчас уже ноябрь Если затянете еще на месяц, новогодний сезон упустим Острая необходимость в лимонаде исчезнет Не затягивайте, оперативно отправьте договор Подпишем и быстро отгружайте Как отправляли? Договор? Вчера? Минуточку Алло Вчера нам отправляли договор, распечатая его А почему вы мне не сказали, что вы отправили его? Молчали бы еще месяц, и все Новый год Сейчас подпишу и отправлю вам Девушка, а вы кто? Здравствуйте Я ваш новый секретарь Меня должен был вам представить ваш заместитель, но вы были заняты Меня зовут Луиза А, значит, это вы Да Договор распечатали? Вы знаете, я всего лишь как два часа приступил к работе, и еще не поняла принцип работы этого принтера Может быть, вы мне поможете? Подскажете? Хотите, чтобы я вам помог? Ага Хорошо Здесь главное держать себя в руках Возьми вон ту бумагу Еще возьми ручку Присаживайся и записывай Пиши, да Заявление Ниже пишешь Прошу уволить меня По собственному желанию Дети На прошлом уроке я вам рассказал о смысле таких слов, как радость и счастье Их отличие и правильное их употребление в предложении А сегодня я вам объясню смысл таких слов, как беда и несчастье Их отличие и правильное употребление в предложении А за Мхитаровна, можно вопрос? Говорите, Мхитарян Сегодня у меня день рождения, можно уйти пораньше? Конечно, нет Я с начала года тысячу раз говорила, что как ваши, так и дни рождения ваших матерей, отцов, бабушек и дедушек меня не волнуют Все это не имеет отношения к нашим урокам Так что вы все должны присутствовать на всех уроках И это относится также к тебе И после всего сказанного у меня пропала всякая охота тебя поздравлять О чем я говорил? А, разница слов беда и несчастье Наверное, вы все хорошо знаете смысл этих слов Гор, что, как ты думаешь, означает слово беда? Отвечай Это если бы вы вышли на свой балкон, а он вдруг внезапно обрушился И вы вместе с балконом упали вниз Очень-очень-очень остроумно, Гор Но по смыслу правильно А сейчас объясните мне значение слова несчастье Скажи ты, Мхитарян А несчастье заключается в том, что это никогда не произойдет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...